Привет! Сегодня начнем изучать типы данных в Airtable. С вами все так же Даша Фокина и Теплица социальных технологий. Сегодня в повестке базовые типы – текстовые, числовые и формата даты и время. У каждого типа полей есть свои преимущества, поэтому я рекомендую вам активно использовать их все. Например, по числовым полям можно собирать статистические величины, искать минимум и максимум, суммировать и вычислять среднее. Из полей типа «Дата» можно вытаскивать значение месяца и узнавать день недели. Приступим! При создании и редактировании атрибутов система предлагает задать им тип данных. Тип данных для каждого атрибута настраивается в его свойствах, которые открываются двойным щелчком по названию атрибута. У нас открылось окно настройки. Все доступные типы расположены тут, в выпадающем списке. Начнем рассмотрение с текстовых полей. Первый тип, который мы рассмотрим – простой текст. Он лучше всего подходит для коротких, уникальных фрагментов текста, например, фио-сотрудника. Поля этого типа удобно делать основными в таблице. Следующий тип текстового поля – это поле для хранения длинного текста. Оно позволяет записать в ячейку много строк текста и отформатировать его. Пусть в этом текстовом поле у нас будет свободный комментарий. Так его и назовем. В меню настройки можно включить форматирование. Сохраним изменения. При работе с текстовым полем большой длины бывает удобно его развернуть. Это делается стрелками в правой части ячейки или сочетанием клавиш Shift-Space. Тут можно делать перенос строки, создавать списки или даже упоминать человека. Далее тип Phone Number. Очевидно, предназначенное для хранения телефонного номера. Назовем новое поле телефон и сохраним его. При работе с мобильного приложения Airtable рядом с полем появляются кнопки для звонка или отправки сообщения. Следующий тип – поле электронной почты. Оно предназначено для хранения одного адреса электронной почты в каждой ячейке. Назовем поле почта. Последний тип для хранения текстовых значений – это URL. Оно предназначено для хранения только одного значения. Причем тут должна быть именно ссылка, а не гиперссылка. Для гиперссылок применяют поле формата Long Text. Назовем поле соцсеть и сохраним. Перейдем к полям формата дата и время. Поле типа Data позволяет ввести дату и при необходимости время. Создадим поле дата рождения. В окне настройки можно выбрать желаемый формат даты. Обратите внимание, настроек для полей типа Data больше, чем для текстовых. В меню можно выбрать, будет ли поле хранить только дату или еще и время. Тайм-формат определяет, в 12 или в 24-часовом формате будет отображаться время в нашем поле. Нижний ползунок определяет единый часовой пояс для всех пользователей, работающих с базой. Уберем настройки времени, потому что для указания дня рождения они нам без надобности. И сохранимся. При редактировании даты откроется виджет календаря. Но дату можно ввести и при помощи клавиатуры. Кстати, обратите внимание, что в Airtable календарная неделя начинается с воскресенья. Следующий тип полей даты и времени – это продолжительность времени. Тут доступно 5 вариантов форматирования. Часы и минуты, часы, минуты и секунды. И еще более точное значение. С вашего позволения мы не будем добавлять это поле в нашу таблицу, потому что оно тут неуместно. Далее по плану поле типа Created Time. Оно автоматически заполняется датой и временем создания записи в таблице. Настройка абсолютно аналогична настройке поля формата Date. Назовем поле дата создания и сохраним изменения. Так как поле заполняется автоматически, оно недоступно для редактирования. Перейдем к полям типа Last Modified Time. Поле автоматически заполняется датой и временем последнего редактирования записи. В уже ставшем нам родным окне настройки атрибута видим что-то новенькое. А именно две вкладки. Field и Formatting. Вкладка Formatting нам до боли знакома. Тут стандартный набор для настройки полей типа Date. А вот вторую вкладку в Field рассмотрим подробнее. На ней предлагается выбрать, на изменение каких атрибутов записей будет реагировать значение в данном поле. Либо всех, либо специфических. Выберем Specific Fields. Будет предложен множественный выбор из всех полей таблицы. Укажем, что поле будет изменяться при изменении телефона или почты сотрудника. Назовем поле «Время изменения личных данных» и сохраним. Протестируем. Изменим FIO первого сотрудника. Поле осталось без изменений. Теперь изменим телефон. Поле обновилось. Перейдем к полям формата Соавторы. В этих полях можно указать одного или нескольких своих коллег. Например, назначить им задачи или посмотреть, кто создал или изменил запись в последний раз. Добавим поле типа Created By. Оно заполняется автоматически данными пользователя, создавшего запись в таблице. У полей данного типа нет настроек, и его нельзя редактировать. Поле типа Last Modified By работает аналогично рассмотренному нами полю Last Modified Type. Только показывает не когда, а кто редактировал поле последним. Куда интереснее поле типа Collaborator. Поле удобно для назначения задач коллегам. Но наша таблица не для задач, поэтому пойдем другим путем. Создадим поле, где будем указывать, кто из коллег порекомендовал нанять нового сотрудника. Обратим внимание на настройки. Первая определяет, как много пользователей можно указать в поле. Одного или многих. Вторая включает уведомления на почту для пользователей о том, что они были добавлены в поле. Предлагаю включить первую. Вот, пожалуй, все поля для соавторов. Теперь числовые поля. Их следует использовать в тех случаях, когда нам нужно что-то посчитать или сегрегировать. Например, в формулах, выполняющих арифметические действия. Еще они отлично подходят для сбора статистики. Первый тип Number. Это тип поля, предназначенный для хранения чисел. Будем хранить в этом поле возраст. В окне настройки поля есть две вкладки. На первую мы выбираем целое или десятичное число будем хранить в атрибуте. Также можно выбрать, хранить ли в атрибуте отрицательные значения. Вкладка Default позволяет задать значение поля по умолчанию. Сохраняем. Смотрите, у числового поля появилось что-то интересное, чего не было у предыдущих полей. Это статистика по полю. Давайте заполним несколько значений, чтобы было нагляднее. Теперь посмотрим среднее значение возраста сотрудников. 31 похоже на правду. Далее поле типа Currency. Поле такого типа переводит введенное число в валютный формат. Не очень этично, но давайте укажем зарплаты наших сотрудников. Называем поле зарплата. В следующем поле можно выбрать обозначение валюты. А вторая настройка здесь определяет количество знаков после запятой. Здесь также можно указать значение по умолчанию. Теперь перейдем к процентному типу. Он нужен для хранения числовых значений, отформатированных в процентах. Можем указать в таком поле ставку сотрудника. Поля настройки вам уже знакомы. Перейдем к полю автонумерации. Тут автоматически генерируется уникальный номер, увеличивающийся с шагом 1 для каждой записи таблицы. Никаких дополнительных настройок у поля данного типа нет. Поле нельзя редактировать. Его можно использовать в качестве уникального идентификатора записи. Последнее на сегодня – поле рейтинга. В меню можно установить шкалу от 1 до 10, а в платном аккаунте еще и выбрать иконку. Мы познакомились пока что только с частью типов. Скажу честно, самые интересные поля остались на потом. В следующем уроке мы научимся создавать выпадающие списки, а главное – связывать таблицы между собой. Связка таблиц – это несомненное преимущество баз данных перед классическими таблицами. Находясь в одной таблице базы, вы можете с легкостью получить данные из другой таблицы. Например, создав таблицу с отделами и связав ее с таблицей сотрудников, мы можем посчитать количество сотрудников в каждом отделе, найти новичков в каждом отделе и, в принципе, делать с данными все, что пожелается. До встречи на следующем уроке!